И я хотела бы обратить ваше внимание на розданное участникам Круглого стола совместное обращение украинских правозащитных организаций, которые кроме Центра гражданских свобод подписала Украинская Хельсинская группа по правам человека, Харьковская правозащитная группа, Харьковский институт социальных исследователей, Центр прав человека ЗМИНА и Фундация Открытый диалог. Собственно, основной месседж этого заявления в том, что украинские правозащитные организации считают необоснованным то, что Государственная миграционная служба Украины закрывает глаза на политический контекст преследования Жанары Ахметовой, но мы также обращаем на то внимание, что, к сожалению, Украина как государство уже несколько раз на наших глазах на протяжении последних лет нарушала экстрадиционные процедуры и помогала таким постсоветским странам, которые не отличаются ни демократией, ни верховенством права, ни защитой прав человека, как Россия, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан, и тем самым помогала им осуществлять политические преследования. В 2017 году, как мы обращаем внимание, кроме Ахметовой, Украина арестовала еще двух журналистов, Текрата Хусейнова за запросом Азербайджана, Нарзула Ахунжонова за запросом Узбекистана, и только объединенные усилия как украинских правозащитников, так и международного сообщества могло спасти их от экстрадиции. Также мы приводим пример дела правозащитника Лавсата Алиева, который имеет статус беженца, но тоже был чуть не подвергнут незаконной процедуре экстрадиции из Украины и Азербайджана. И мы обращаем внимание на случай, когда с территории Украины тайно при сотрудничестве спецслужб либо похищали, либо процессуально выдворяли искателей убежища, и как на примерах Аминат Бабаева и Владимира Егорова, это высланные в Россию Александра Францкевича, высланные в Беларусь и целый ряд других случаев. К сожалению, мы вынуждены констатировать системную, неудовлетворительную работу государственной миграционной службы, и вот для того, чтобы был понятен более контекст, я скажу, что, напомню, что Украина находится на шестом году войны с Российской Федерацией, которая в 2014 году оккупировала Крым и начала гибридную войну на Донбассе, но в то же время государственная миграционная служба отказывает искателям убежища из Российской Федерации, которые там подвергаются очевидным политическим преследованиям, и пишет в мотивировочных объяснениях, мы это знаем из сотрудничества адвокатов, которые с такими иностранными гражданами оказывают правовую помощь, например, Алексея Скорбача, и прямо пишет в тексте, что тот или иной гражданин Российской Федерации не использовал свое право на защиту в судах Российской Федерации, что он мог обратиться за защитой к уполномоченной по правам человека Российской Федерации, но тем самым де-факто констатируя, что в Российской Федерации как бы существует независимое правосудие, которое может оказать защиту от политического преследования. Собственно, на эту проблему обратил внимание сам президент Украины в августе прошлого года. Он выдал указ, которым обязал Кабинет министров Украины к целому ряду действий. Тут же была предусмотрена и разработка проекта закона про порядок оказания убежища и оптимизация рассмотрения заявлений именно граждан Российской Федерации про получение статуса беженства. И также была запланирована проверка соблюдения государственной миграционной службы, исполнение условий законодательства. Но, к сожалению, вот прошло полгода, и мы, украинские правозащитные организации, можем констатировать, что на работе государственной миграционной службы никак это не отразилось. И кейс Жанары Ахметовой – это, к сожалению, очень яркая иллюстрация такого положения дел. Поскольку эта проблема системная и требует решений не только для Жанары Ахметовой, а для целого ряда других людей, которые обращаются за получением убежища, мы хотели бы обратить внимание и предоставить следующие рекомендации, как решить эту проблему на системном уровне. Во-первых, все рассмотрения просьб об убежище, включая прием документов, процедура определения статуса беженства и документирования, должны базироваться на конвенции про статус беженства 1951 года и национальное законодательство Украины с учетом международного права, прав человека, международного беженского права и с минимизацией влияния политических и других факторов. Во-вторых, мы считаем необходимым минимизировать влияние службы безопасности Украины и других, любых иных государственных органов на процедуру принятия решения про защиту. Также, поскольку это проблема системная и нарушения системные, мы считаем необходимым проводить регулярный внешний мониторинг об основанности решений о предоставлении либо непредоставлении защиты, оказывать выводы и рекомендации по устранению недостатков процедуры и в случае необходимости привлекать ответственных лиц к ответственности за нарушение прав беженцев. Мы очень надеемся, что в кейсе Жанары Ахметовой будет в Украине восстановлена справедливость и права будут защищены. Но также обращаем внимание на то, что эта проблема системная и требует решения на системном уровне.